Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет ответом на вопрос моей подписчицы Яночки, который она мне задала в инстаграм. Вопрос таков. Если бы мне дали 1000 долларов бонус, какие бы ароматы вообще из любой страны, из любой точки земного шара я бы на них купила? На эту 1000 долларов. Классный вопрос. Мне сразу захотелось снять видео, сделать срисерч моего виш-листа, потому что, ну, конечно, у меня есть виш-лист. Периодически я его пополняю, периодически я что-то из него вычеркиваю. Иногда, знаете, перегорает. Ты вот хочешь-хочешь какой-то аромат, потом, ну, нафиг, и вычеркиваешь его совсем. И здесь я сделала два листа. В одном листе будут ароматы на 1000 долларов, которые я купила, которые я знаю, с которыми я знакома, которые я имела честь попробовать в магазинах, поносить, составить свое мнение. А в другом листе будут те ароматы, с которыми я вообще не знакома, ну, которые я бы очень сильно хотела бы себе в коллекцию, но, к сожалению, они не продаются в Сиднее. То есть, которые я бы купила вслепую. То есть, два листа. Один знакомый, другой полностью я покупаю вслепую. Ну, посмотрим. Вдруг когда-нибудь на меня свалится такой бонус 1000 долларов, я, наверное, все-таки закажу все вслепую. Ну, это классно. Это классно, это было бы интересно, по крайней мере. Ну, короче. Начну с первого листа, аромат, с которыми я уже знакома, которые в моем виш-листе уже давно висят, и хотелось бы, конечно, их приобрести. Первый, первый мой самый любимый парфюмерный дом, кто меня давно смотрит, наверное, вы знаете, это Фредерик Маль. И аромат, который я бы купила у Фредерика Маля, это Unrose 50 литров. Все ароматы, которые я вам сейчас говорю, будут 50 миллилитров, или если парфюмерный дом не делает 50 миллилитров, то они обычно 80 миллилитров. Ну, сколько-то там. Unrose от Фредерика Маля. Прекрасный аромат с розой. Нежнейшая роза, притягательная, какая-то, знаете, такая интеллектуальная, что ли, такая философская роза. Пряная, тягучая, маслянистая, очень натурально звучащая, бесподобная. Бесподобная роза Фредерика Маля, невероятно стойкая, шлейфовая. Ну, я обожаю качество, обожаю философию бренда, очень-очень люблю. И вот Unrose я бы купила сразу. Лилаба, второй пункт, конечно же. Я люблю, я поклонница парфюмерного дома Лилаба. Знаю, кому-то нравится, кому-то не очень, кто-то считает цены завышенными. Ну, слушайте, у бренда такая своя философия. Мне нравится их современность, мне нравится их такой урбанистический стиль. Смелая, молодая, красивая, нишевая, как бы, парфюмерия. И взгляд на парфюмерию мне очень нравится. То есть, как бы, не избито. Ну, мне так кажется. Я бы купила бы аромат Rose 31. Видите, у меня опять роза. Тоже в 50 миллилитрах. Тут у меня, кстати, все с ценами. И вот в этом виш-листе я превысила мой лимит 1000 долларов только на 12 долларов. Ну, думаю, добавлю, если что. Короче, Rose 31. Это тоже роза, но это совсем другая роза. Совсем, совсем другая. Это более урбанистическая, наверное, роза. Такая роза большого города, такого гремящего, гудящего, бурлящего, агрессивного иногда, иногда принимающего тебя благосклонно. То есть, современная роза, ну, как работающая, может быть, да? Ну, вот такая современная девушка, самодостаточная, самостоятельная, возможно, состоятельная. Как бы, вот, мне нравится. Вот, в ле-лаба дух такого вот прямо какого-то, знаете, ну, как современное искусство, я уже говорила. Люблю, люблю очень этот парфюмерный дом. А следующий аромат, который я бы купила бы, если бы у меня был бонус 1000 долларов, это уже давний мой, давний пункт в моем виш-листе. Это аромат от Роберто Пеге. Фрака. Естественно, это Фрака, естественно, это Роберто Пеге. Для меня это одна из самых красивых нот туберозы в композиции ароматной. Очень его люблю, очень. Для меня это аромат легенда, можно сказать, великий аромат, как меня спрашивали, великий аромат. Для меня Фрака, да, он великий. Он очень красивый, цветочный аромат, невероятно женственный, невероятно такой яркий. Мне кажется, вообще вне возраста, вне каких-то категорий. Вот он вот и вне времени тоже. Это, наверное, в нем нравится, это, видимо, в нем и притягивает людей, потому что очень много, конечно, у него поклонников. И последний аромат, который я бы заказала, купила бы, самый дорогой из этих, из всех, это аромат от Амуаж. Амуаж, такой парфюмерный дом, который мне очень я уважаю. И вот я как бы, ну, я не преклоняюсь перед ним, потому что недостаточно еще знаю, этот парфюмерный дом, недостаточно с ним знакомо. Но, тем не менее, очень много раз я подходила, что-то пробовала, что-то вот пыталась разносить. Ничего меня вот как бы не пронзило в самое сердце. Не знаю почему, может быть, еще, как говорят, не доросла. Но, слушайте, всему свое время вот прям пробьет меня на Амуаж. Ну, пробьет, а не пробьет, ну, подумаешь. Мне кажется, еще много всего, куча парфюмерных брендов, поэтому Амуаж, ну, не знаю, вот пока я не нашла как-то с ними общий язык. Но один аромат мне очень понравился и всегда нравился, сколько раз я его пробовала, наносила, но в силу своей цены, конечно. Это Амуаж Jubilation. Такой флакон, желтовато-зеленовато-коричневатый. Красивый флакон. Почему он мне понравился? Он мне показался очень не похож на все вот, которые я пробовала до этого Амуажа. Яркий, ретро. Я люблю ароматы ретро в современном прочтении. Вот он очень какой-то по-хорошему классический ретро-аромат, но современный. Очень современный, очень стойкий. Вот знаете, я его пару раз наносила и на бумажку, и на руку я сюда наношу. Не наношу никогда больше, чем три аромата, вот если я там пробую что-то. Ну, Амуаж вот этот, это было просто... Он меня держался весь день. Ну, все-все знают, да, о качестве Амуажей, о их стойкости, о их яркости, о их шлейфовости. Поэтому, да, вот этот аромат я бы приобрела по себе, если бы у меня был бонус. И вот в этом списке у меня получились вот все вот эти ароматы вышеперечисленные. Фредерик Малюн Роз, Ле Лабо Роз 31, Роберт Пеге Фрака и Амуаж за 1012 долларов. Чуть-чуть превысила свой лимит. Ничего. Следующий лист, который я бы заказала вслепую. Мне сложно будет сейчас описать вам эти ароматы. Как сами понимаете, я их не пробовала никогда в жизни. Поэтому я вот здесь взяла на всякий случай свой ноутбук. И если что, я просто обращусь к нашей любимой фрагральтике. Я редко, когда туда захожу, если прямо вот что-то такое вот мне нужно посмотреть. Потому что у людей такое разное восприятие. Даже если вам написана пирамида, даже если вам написаны вот все эти ноты, я, например, могу их не слышать вообще. То есть какие-то ноты на всех раскрываются по-разному. И каждым человеком воспринимаются тоже по-разному. Поэтому слепо опираться только на пирамиду, которая указана на фрагрантике, я никогда бы и не вам не рекомендовала. Ну и сама так не делаю. Никогда. Итак, первый аромат, который я бы купила вслепую. Даже два аромата одного бренда. Это бренд Ducite. Я уже говорила, что я очень люблю, уже люблю заочно, что мне очень как-то вот тянет к этому бренду Ducite. Не знаю, бесподобные красоты женщины писара. Вот это. Она вот прям какая-то... Ну как она может создать что-то плохое? Мне кажется, она вот прям воплощение красоты. Ну вот прям вот, знаете, я никогда лично с ней не общалась. Я ее, ну вообще даже не знаю. И только по фото, ну сразу вот как-то чувствуешь, да. И ароматы ей созданы, мне кажется, мне должны понравиться. Опять-таки мы говорим про покупку вслепую, про такую мечтательную покупку вслепую. Поэтому я так уж и разошлась и решила, что я куплю два аромата от бренда Ducite. Они все идут, по-моему, по 80 миллилитров. Такие очень красивые флаконы. И стоят 207 долларов. Я бы купила аромат Le Silage Blanc. Это шипоровый аромат, по-моему. По-моему, да, это шипор. И там мох. И там есть мох, и там есть коричь, и там есть разнотравие, и там луга, и там воздух. И там это все так прекрасно. Я читала у многих блогеров, которые мне очень нравятся. Карина Цикоева про него очень хорошо отзывалась. Я как бы очень доверяю ее вкусу. И да, вот я бы его купила слепую. Глаза бы зажмурила и купила этот аромат. И Le Ducé de Siam. Я, может быть, как-то неправильно произношу, потому что это французский. Я не говорю по-французски. Это уже роза. Это роза насыщенная. Цветочный аромат. Чего уж говорить. Я люблю цветочные ароматы. С розой, с туберозой, белые цветы. Еще с цельдогидами. И мускус давайте. Вот я люблю вот такой вот прям букеты, букеты, букеты. Почему нет? Я же прям задохнулась. Вот эти два аромата я бы заказала себе вслепую. Не буду больше о них как бы говорить, потому что это вот только мои мечты. Как они на мне раскроются, как они вообще пахнут, я представления не имею. Но в любом случае я закажу уже это как бы почти я заказала набор себе от Ducé de Siam. Знакомительный и потом уже буду думать, какой большой флакон мне нужен или не нужен. Так, дальше. Дальше такой интересный парфюмерный бренд. Я его увидела у девочек в Инстаграме. Сейчас я вам покажу. Он здесь вообще не продается. В Австралии, естественно. Ни в Мельбурне, нигде не продается. Значит так, Филиппо Сарценелли такой парфюмер. И аромат называется Уну Роза Нигра. Ну вот если вам видно, видите, вот такая красивая бутылка. У них дизайн немножко похож на Назомата. Но, ну как бы другие пропорции. Ничего. И вот эта вот Роза Нигра почему-то, мне кажется, должна мне понравиться. Потому что здесь Орозе, потому что здесь Мускус, потому что интересная, как мне показалось, ниша. Вот я бы заказала бы его вслепую тоже. И здесь он мне продается. А дальше я бы заказала бы себе аромат от бренда Николай Нью-Йорк. Я очень люблю шипровые ароматы. И вот аромат от парфюмерного дома Николай Нью-Йорк. Это вот, как я для себя представляю, красивый, классичный шипр. Я бы с удовольствием его попробовала бы и смело бы заказала бы его вслепую, потому что я люблю шипры. Так, дальше. Дальше это такая... Давно очень я хотела этот аромат к себе в коллекцию. И все мечтаю, когда же его привезут и будут продавать в Сиднее. Но их до сих пор не привезли, я уж не знаю почему. Это эксклюзивная линейка от Mugler. И аромат называется Шипризиме. 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 Короче, шипровый аромат. Сейчас я вам его покажу тоже. Вот так он выглядит. Это тоже шипр. Это тоже шипр. Такой, знаете... Ну вот по названию, как шипучий как будто бы, да? Как будто это такая шипучка. В пирамиде указана груша. Ну не знаю, груша, мох. Ну не знаю, мне он как-то завораживает. И почему-то вот прям очень бы хотелось его попробовать именно из линейки Mugler. Жду, жду, жду. Надеюсь, когда-нибудь у нас появится. Но пока не появляется. И следующий аромат, который я бы хотела бы попробовать, это, конечно же, аромат от Mikalev. Люблю очень этот парфюмерный дом французский. Mon Parfum Perl. Мон парфюм у меня есть классическая версия. Мне она очень нравится, очень ее люблю. А вот Perl не пробовала, не знаю. Но вот невероятной красоты бутылка вот эта перламутровая, жемчужная. Как бы, я так понимаю, скелет классического аромата, но более, может быть, какой-то пудровый, более какой-то фруктовый. Не знаю, опять-таки, не пробовала, ну вот заказала бы. Заказала бы с удовольствием. И в этом списке я немножечко превысила свой лимит. И здесь у меня получилось на 1162 рубля, хотела сказать, доллара. Ну, повторюсь, это фантазийный бонус в 1000 долларов, если бы мне дали, вот, чтобы я себе бы заказала. Не знаю, понравилось вам такое видео формат или нет, но мне было очень интересно, как бы, себя немножечко проверить, что же действительно мне хочется. Первым списком у меня Дусито, а потом уже я так вспоминала, додумывала. Там, кстати, еще в слепом списке есть аромат тоже от Лилаба. Туберос 40. Это аромат, который посвящен городу Нью-Йорк. У них есть такая линейка городов. Именно вот где открыты их бутики, они создают аромат. Вот в Нью-Йорке аромат Нью-Йорк, а Туберос 40. В Париже, по-моему, это ваниль какая-то там. Ну вот, я люблю Туберос, мне бы, конечно, хотелось попробовать этот аромат Нью-Йорк, но я не нашла нигде на него цену, поэтому решила его в этот список не включать. Так что, если напишите, если знакомы с этим ароматом, как он, мне было бы очень интересно. И вообще про все ароматы, которые я вам сегодня рассказала, будет интересно ваше мнение. Все. Надеюсь, вам понравился мой обзор такой необычный, странный для меня даже самой, потому что говорить о духах, которые ты никогда вообще не обоняла, очень сложно. Так, только фантазия, только как бы эмоции какие-то по фотографиям, по... Не знаю, но у меня хорошо развивается, поэтому могу как-то иногда угадать, да, парфюмерная интуиция у меня развита. На этом все, с вами была Аленка Блок, всем пока, чао-чао. Пишите комментарии, всегда рада с вами общаться. Пока-пока. Пока-пока.